В этом очень коротком видео для вас, прямо сейчас, я буду говорить о пяти научно-проверенных способах быть более привлекательными для мужчин. Продолжайте смотреть. За большой промежуток времени я сняла видео на совершенно разные темы. Я говорила о том, как притянуть мужчину силой мысли, как полюбить себя, какими аффирмациями протягивать любовь. Но никогда, ни одного раза я не говорила о том, что физически привлекает в женщинах мужчин. И на самом деле я не считаю внешность решающим моментом для обретения счастья в любви. И на самом деле я верю в то, что внутренняя гармоничная женщина, которая излучает верные вибрации, всегда будет казаться всем очень привлекательной. Но все-таки наш мир состоит на 50% из матеи, и если у женщины есть возможность стать более привлекательной внешне, сделав пару простых действий, то это только поможет вашей силе мысли. Если вас интересует вопрос, как суметь влюбить в себя мужчину, как стать для него более привлекательными, то воспользуйтесь этими простыми советами. Тем более, что были проведены исследования и замечено, что определенные вещи во внешности женщины притягивают мужчин на подсознательном уровне. Хотите, чтобы он стремился к вам, даже не понимая почему? Тогда смотрите это видео внимательно. Мы переходим к пункту номер один. И первое – это ваша улыбка. Если ваши зубы желтые или с пятнами, их нужно срочно отбелить. По данным исследований университета Лайолы, были проведены эксперименты, в которых девушки отправлялись на первое свидание до отбеливания зубов и потом на первое же свидание, но уже после отбеливания. И результаты были абсолютно поразительны. Результаты показали, что после того, как зубы были отбелены, у 54% мужчин возросло желание пойти на второе свидание с этой женщиной, а 59% даже готовы были подумать об отношениях. Так что, имея белые зубы, у вас есть на 50% больше шансов получить второе свидание. Белые зубы на подсознательном уровне ассоциируются со здоровьем, а желтые, наоборот, с болезнью. Я не знаю, как это работает, но вам точно нужно заняться этим вопросом. Прежде чем я продолжу, я хочу сделать пару объявлений. Специально для тех женщин, кто сейчас страдает от разлада отношения со своим мужчиной, я хочу подарить подарок. Если вы только что расстались, разводитесь или просто мужчина охладел к вам, то я предлагаю вам воспользоваться моей стратегией, которая поможет вам влюбить мужчину в себя с новой силой мысли. Он захочет быть с вами и ваше отношение снова наладится. Я разработала способ, который помогает с помощью закона притяжения, не делая каких-то физических действий, не навязываясь, снова влюбить в себя мужчину. Обратите внимание на этот верхний угол. Здесь будет ссылка, ссылка на мою мини-книгу под названием «Единственная результативная стратегия по восстановлению настоящих любовных отношений с мужчинами». Здесь я даю пошаговую инструкцию, как вы можете восстановить свои отношения, используя принципы закона притяжения. Переходите и скачивайте. Если же вы не видите здесь стрелочку, то откройте описание под видео. Там будет приложена эта ссылка. Второй научный способ, как стать привлекательным для мужчин – это ваш запах. Я никогда не забуду случай, когда я пару лет назад разговаривала с одним мужчиной, и я подошла к нему довольно близко, и я почувствовала запах его парфюма. Этот запах сразу же вернул меня в памяти к одному из первых моих парней в школе, к моей первой любви. Он перенес меня обратно в тот самый момент. Так странно, лишь только запах способен пробудить у вас воспоминания и вернуть назад все эти невероятные эмоции из прошлого. Я не думаю, что вы хотите пахнуть, как бывшая девушка вашего парня, но запах совершенно точно является невероятно мощным способом привлечь мужчину. С научной точки зрения запахи на самом деле обрабатываются вашими обонятельными рецепторами, которые находятся внутри носа. Запах проходит путь от рецептора до самого мозга. Рецепторы имеют связь с двумя областями мозга, которые имеют непосредственное отношение к эмоции и памяти, миндалевидному телу и гиппокаму. Так что все, что вы должны сделать, это иметь отличные духи. Берите своего парня и идите с ним в парфюмерный отдел. Пробуйте разные духи вместе с ним. Проверьте, как они будут ощущаться на вашей коже, на вашем теле. Попробуйте несколько, а затем найдите тот запах, который ваш мужчина действительно полюбит. И который понравится и вам, конечно же. Таким образом, ваш мужчина всегда будет хорошо себя чувствовать рядом с вами и хотеть чаще вас видеть. Также вы можете заставить его скучать по вашему аромату. Если у вас нет парня, то выберите любимые духи, самые обворожительные из своих подруг. Может быть, не случайно, у нее столько поклонников. Третий способ – это использование красной помады. Я нашла одно исследование, в котором говорится, что если нанести помаду на ваши губы, то мужчины будут от двух до трех раз дольше смотреть именно на них во время вашего свидания. Несомненно, ваши губы являются очень чувственной частью вашего тела. Ну, действительно ли это то, к чему вы хотите привлечь больше всего внимания? Но это все равно. Я считаю, что это невероятная возможность привлечь к себе больше внимания мужчин. Конечно же, есть причина того, что женщины с незапамятных времен пользуются помадой. Наверное, это неспроста. И, наверное, это очень эффективно. Это может быть в моде или нет, но на самом деле это, конечно же, привлекает мужчин и делает вас более сексуальной и привлекательной. Если вы за красную помаду, ставьте лайк этому видео. Четвертый способ – это иметь длинные прямые волосы. Простите меня, но, видимо, все, кто имеет короткие волосы после просмотра этого видео, захотят их отрастить. Потому что по результатам одного исследования, в котором мужчины опрашивали относительно привлекательных причесок, выяснилось, что самой привлекательной и сексуальной являются длинные прямые волосы. Эта прическа завоевала 38% голосов опрошенных. Ниже на втором месте шли длинные волнистые волосы, они получили 33% голосов. Затем расположились волосы, убранные в хвост – 13%. А вот короткие волосы получили самую низкую оценку. В целом, все мои знакомые мужчины согласились с результатами этого исследования. По их мнению, длинные прямые волосы являются очень привлекательными. И, наконец-то, пятый способ – стать более привлекательными в глазах мужчин. И это использовать что-то красное в своем гардеробе. Красный цвет обладает большим преимуществом. Он бросается в глаза мужчинам. Особенно стоит носить больше красного, если вы одиноки. В настоящее время большинство исследований показывают, что красный цвет не обязательно сделает вас более привлекательным. Если вы физически не нравитесь молодому человеку, то, конечно, красный цвет в вашем гардеробе не обязательно привлечет его внимание. Но если вы нравитесь ему физически, то красный цвет привлечет его к вам еще больше. Часто красное платье способно придать дополнительный румянец вашему лицу и сделать вашу кожу значительно более свежей и молодой. Итак, носить красный – это не только привлечь его внимание, но это также будет своего рода триггером для мужчины. Вспомните старые мультфильмы, в которых красотки, одетые в красное, всегда были более привлекательными. Так что, используя эту подсказку, вы можете задействовать биологические процессы в мужском организме. Итак, теперь вы знаете о пяти ключевых моментах вашей внешности, правильно используя которые, вы можете стать более привлекательными для мужчин. Но если вы чувствуете, что все это вам не поможет и вам требуются внутренние изменения, то я вас приглашаю на мой следующий онлайн-мастер-класс. Он называется «Как за 35 дней вернуть любимого мужчину». Там вы узнаете, какими практиками нужно притягивать мужчину и как сделать так, чтобы он больше вас любил и никогда не потерял интерес. Ссылка будет в описании к этому видео. Я вас жду. До встречи на мастер-классе. Подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых техниках исполнения желаний. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там происходит все самое интересное. Посты каждый день, мотивации, техники исполнения желаний, прямые эфиры с ответами на вопросы, stories. И да, я приготовила для вас еще несколько мощных видео по исполнению любовных желаний. Посмотрите их. Я очень хочу, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью. Подписывайтесь на мой инстаграм.